Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Мы в прямом эфире, и поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Наш телефон 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Итак, когда у человека ничего не ладится в жизни, ничего не получается, о нем обычно говорят, что он не нашел себя. А где же нужно искать себя, чтобы найти? Вот психологи утверждают, что найти себя помогает осознание своего предназначения и призвания в жизни. Только представьте себе, каким могло бы быть качество товаров, прорывы в науке, произведение искусства и в целом удовлетворенность людей к качествам жизни, если бы все мы занимались тем, для чего рождены. Но вот вопрос, как понять, в чем состоит твое предназначение и призвание, как их найти и не ошибиться? Об этом наша сегодняшняя программа. И у нас в гостях консультант по карьере и самореализации Галина Бабкова. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Татьяна. На мой взгляд, очень интересная и важная тема. Вопрос, которым задаются, я не знаю, люди практически во все времена. Призвание, призвание, что это такое, чем заниматься, как жить, практически смысл жизни. И вы пишете в одной из своих статей, что поиск или осознание предназначения и реализация его в профессии, то есть призвание, это моя любимая тема и самая интересная задача из всех, с которыми я работаю. Почему вас так интересует эта тема? Почему она для вас такая любимая? Спасибо. Замечательный вопрос. Вы знаете, я сама где-то порядка шести лет, ну там, с заходами, переходами, наемной работой разной, порядка шести лет искала свое собственное призвание, оно во мне вот так вот жило, да, и не давало мне спокойно там есть, спать, работать. В результате, то есть обращалась даже к специалистам, не помогли, но я понимаю, что и правильно не помогли, потому что мне нужно было этот путь пройти самой. То есть сама, когда я этот пазл в виде призвания сложила, да, вот я поймала ту самую волну вдохновения, и пришла вот та самая энергия на дела, на свершение, на работу, и вот теперь я занимаюсь этим любимым делом, и мне так хочется, чтобы люди вокруг тоже нашли вот это свое любимое дело и занимались им. То есть любимое дело или там дело жизни – это аналог призвания, поэтому я иногда буду вот такие термины аналогично употреблять. Да, и получается, что часто призвание называют и смыслом жизни, да, то есть или приравнивают, потому что если ты знаешь, кто ты, для чего ты пришел, так сказать, в этот мир, чем заниматься, и находишь это тогда, ну это же большое счастье, по сути дела, это является смыслом жизни. Кто ты, как тебе жить, да, как идти по этой жизни. Ну давайте определимся в понятиях для начала, Галина, потому что это очень важно. Вот предназначение и призвание, что значит предназначение, что такое призвание, в чем разница между этими двумя понятиями, и что их объединяет? Ну, чуть-чуть издалека зайду, да, смотрите, вот на мой взгляд, это все-таки такие понятия ненаучные, да, то есть измерить, как-то потрогать, пощупать, что предназначение. Это философские понятия. Да, конечно, конечно, это философия. Вот, поэтому те, кто требует, бывает, да, такой вот, у меня в комментариях после статьи, иногда люди пишут, а вот докажите, что вот оно есть, да, ну, то есть доказать опытным путем пока наука не может, но тем не менее люди, которые пришли вот к этим понятиям, нашли это в своей жизни, они все в один голос говорят, что это совсем другое качество жизни становится и работы. И тогда вот, собственно, что есть эти понятия, предназначение, призвание, да. Предназначение, ну, опять же, вот это как я понимаю, я на эту тему много читала, изучала, вот поэтому на истину не претендую, но вот я это так вижу, что предназначение – это ответ на вопрос, зачем я здесь, ну, то есть в этом мире, да, вот зачем я родился, я же не просто так родился. Ну, и, соответственно, опять же, если так вот, ну, достаточно цинично рассуждать, то понятно, что у нас много в этой жизни задач и помимо работы, правда? То есть предназначение – это та задача, с которой человек приходит в этот мир. Да, но я бы, знаете, их разделила, вот они в таких трех плоскостях находятся, такой, как круги на воде, да, самый ближайший круг – это я сам, то есть у меня же есть задачи по отношению к собственной личности, да, саморазвитие, забота о своем здоровье, самообеспечение, там, решение каких-то проблем, то есть это все, что касается меня самого. Дальше такой ближайший круг ко мне – это родные, там, родители, дети, близкие люди, там, мужья, жены, любимые, да, то есть тут тоже у меня есть задачи по отношению к этим людям. Вот есть же, например, у нас женщины, многодетные мамы, да, ее предназначение быть многодетной мамой, но это не профессия, да, то есть она в этом реализуется, зачем она здесь, а вот для того, чтобы 8 детей растить или какие-то у нее такие тяжелобольные дети, тоже предназначение заниматься ими. То есть ближайший круг. И вот дальше третий, да, более отдаленный – это весь мир, это все люди, и наше предназначение как раз ответ на вопрос, зачем я здесь, по отношению ко всему миру, то есть какую я пользу несу людям, какой смысл вообще в моей жизни, в моей деятельности, что я делаю для мира, да, в чем моя ценность. И вот это мы разобрались с предназначением. То есть это такое понятие высшего порядка, что ли, да? Да. Такое, похожее на лозунг. Ну, да, такое глобальное, но действительно философское понятие, да, зачем я здесь. А можно приравнять к этому понятию слово «миссия»? Конечно, конечно. То есть вот наша, вот как раз вот этот третий круг, да, моя польза всему миру, всем людям – это и есть, собственно, вот общественно-полезная деятельность, которая есть в миссии. То есть это к третьему пункту. Итак, значит, три позиции предназначения человека в жизни – это задачи, с которыми ты пришел сюда, прежде всего, выполнить что-то для себя, реализовать как-то себя. Второе – это твои родные и близкие, помочь им, да, возможно, твоя помощь поможет им также выполнить свое предназначение. И третье – это окружающий мир, значит, что-то нужно сделать еще, выполнить какие-то задачи и для мира. И если все эти три позиции складываются, то у человека все получается, как бы, жизнь благополучная и счастливая, я так понимаю. Ну, в целом, да, в целом, да, даже там философы, мудрецы все про это писали и говорили. А теперь давайте перекинем мостик к призванию, собственно, да? То есть вот если мы берем вот этот третий, да, круг, то есть наша миссия, наша полезность миру и перекладываем вот этот смысл, да, того, что мы делаем для мира в такую практическую, профессиональную плоскость, да, то, собственно, мы и получаем призвание. То есть призвание – это всегда профессиональная деятельность, за которую нам платят. Это конкретная деятельность, которую, то, чем нужно заниматься на Земле, для того, чтобы выполнить свое предназначение. Конечно, да. И по отношению к самому себе, опять же, по отношению к своим близким и по отношению ко всему миру. Ну да, это получается такой смысл жизни. Ведь когда задают вопрос, а в чем смысл жизни? Многие философы отвечают – в самой жизни. Но дальше возникает следующий вопрос – а какой должна быть эта жизнь? Ответ напрашивается – ну, конечно, хорошей, да, счастливой. Следующий вопрос – а что нужно для того, чтобы эта жизнь была счастливой? И мы снова возвращаемся к истоку. Она должна быть осмысленной в плане знания своего предназначения, да, и выполнения своей какой-то миссии. Хорошо. Я попыталась разобраться вот в этимологии этих слов – предназначение. То есть тебя куда-то уже назначают. То есть это не воля самого человека, получается, а что-то свыше, то есть то, что человек сам не выбирает. Откуда появляется вообще предназначение? Кто назначает нас быть тем или иным, заниматься этим или другим? Ну, это такая уже сфера духовная, я бы сказала, да. Мы не будем здесь говорить, наверное, про разные религии, верования, но вы знаете… Почему? Можно сказать. Можно сказать. Есть же разные взгляды на это. Просто интересно послушать. Не знаю. Я верю в то, что, безусловно, конечно, существуют высшие силы. Это можно назвать как угодно. Бог или мироздание, или вселенная, или там высший разум. Ну, что-то есть, по чьим законам мы все живём, да. То есть что-то вот такое сверху, что, соответственно, вот даёт нам это назначение, с которым мы приходим в этот мир. Более того, вы знаете, я вот изучала разные, как бы, времена, да, отрезки времени и понимала, что вот этот высший разум, он такой мудрый. То есть в определённые времена рождаются, как бы, определённые… Ну, люди в определённых пропорциях, если говорить о предназначении, да. То есть тогда, когда идут воины, в основном там рождаются такие физически сильные мальчики, и их много действительно рождается, чтобы быть воинами. Когда наступает там эпоха, я не знаю, развития земледелия, рождаются люди, у которых склонности, способности больше к этой деятельности, да. То есть, ну, нельзя, чтобы в мире все, если уже сейчас про наше время говорить, родились со склонностью быть экономистами или юристами, там, или, я не знаю, психологами. Тогда мир не выживет, да, то есть пропорции должны быть. То есть соотношение будущих вот этих представителей различных профессий, оно изначально как-то регулируется, да, то есть всё очень мудро. Конечно, конечно. Это очень интересно. То есть тут мы тоже не вольны выбирать, и это даётся как данность в каких-то, не знаю, цифрах или процентных соотношениях. Ну, конечно, чтобы мир человечества выживало, то есть есть кто-то, что-то, да, что регулирует все эти процессы, и, наверное, это правильно, мне кажется. Тогда, скажем так, если это регулируется, Галина, да, и если это действительно дано нам свыше, или от рождения нам дано это призвание, то почему так сложно его найти? Почему одни быстро находят своё призвание, там, кто-то за два часа, кто-то за 20 дней, а кто-то ищет 20 лет или порой всю жизнь и не находит? Для чего эти трудности? Ведь если бы всего этого не было, вот как вы говорите в своих статьях, то это было бы так замечательно, правда же? Не было бы всех этих проблем, поисков, имитаний. Ну, наверное, трудности это не, как бы, не обязательно. То есть кто-то с детства знает, кем он хочет быть, и его родители в этом поддерживают, да, и ребёнок, там, ну, занимается музыкой, например, да, и становится, там, музыкантом или композитором, вот. Кто-то действительно настолько уходит, вот, как я это называю, уйти от себя настоящего, да, что потом, вот, вот мне потребовалось 6 лет, чтобы вернуться к себе настоящий, да, кому-то действительно это может быть и 10, и 20 лет. Я сейчас вот как раз очень часто с такими случаями вот в своей практике сталкиваюсь, люди, клиенты обращаются как раз, да, что человек, например, ему, там, 40 или 45, и он, там, 20 лет банкир, и вот он приходит, у него всё есть, у него есть должность высокая, у него есть доход немаленький, у него есть статус, престиж, уважение, всё есть. Всё, что для нормального человека считается понятием счастья, благополучия, да. Но вот он приходит, и у него нет улыбки на лице, он не светится, его глаза потухшие, да, то есть он говорит, я как бы всё, что хотел себе доказал, я всё, что мог себе купил, но счастья-то не нашёл, счастья-то в этом нет, и вот начинаем разбираться, как же так получается, да, а получается как, вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, про причины, вы знаете, их много, то есть это и, ну, родительская семья, да, если родители не слышат ребёнка или плохо слышат его, и у них есть какие-то свои в голове принципы видения, кем он должен быть, невзирая на личности, да, то есть воспитывают его так, как, например, сами не реализовались в чём-то, а хотели, да, если я не смогла, так пусть хоть дочка или сынок попробуют. Или тоже, вот поскольку у меня дочь студентка, да, я с ней проходила путь, и когда мы школу заканчивали, выбирали профессию, и сейчас вот наблюдаю на бывших, ну, с забывшими её одноклассниками, одногруппниками, как ребята, да, выбирают профессию, до сих пор это абсолютно случайный выбор в большинстве случаев, да, то есть друг или подружка куда-то там пошёл поступать, а пойдём со мной, ну, и пойдём за компанией, ну, и поступили. Да, таких историй очень много, особенно связаны, знаете, с театральными вузами и с актёрскими профессиями, и тот, кто пошёл просто за компанией, обычно поступает, а тот, кто собирался поступать, не проходит по конкурсу. И хорошо, если в этом перст судьбы, да, и действительно вот судьба через вот этого друга так вмешалась, и вот эта воля высших сил в плане предназначения как раз была реализована, что друг не поступил, потому что это не его, а вот ты поступил, потому что это на самом деле твоё. И, возможно, ты в этом смысле выполнил своё предназначение, потому что ты помог другому человеку, для которого это было очень важно. Да, ну вот если продолжать вот эту мысль, что, да, не позволяет человеку, как бы вот правильно выбрать своё призвание изначально, да, то есть вот я говорю, родительская семья, там, влияние друзей, а в целом, вы знаете, глобально это всё-таки идеология, которая есть в обществе. То есть у нас же до последнего времени, ну вот если взять нашу страну, да, объективно, да, и это, кстати, на протяжении всей истории человечества так было, что если у государства, у общества есть какие-то такие очень насущные задачи, ну, например... Свои задачи, да, которые нужно решать. Защита от внешнего врага, да, или у нас там восстановление после... Народного хозяйства. Да, гражданской Великой Отечественной войны, восстановление страны, потом строительство коммунизма, потом у нас строительство рыночной экономики, когда все стали экономистами-юристами, потому что, ну, таково требование времени, да. То есть вот понятно, что как бы обществу, конечно, нужны рабочие руки, да, и, ну, люди определенных профессий, но тем не менее, возвращаясь к тому, что мы до этого говорили, ведь у каждого из нас своя задача, и не могут быть все экономистами так же, как не могут быть все инженерами, например, да. То есть тут вот, как это, всё-таки надо делить на два или на три, да, вот эту идеологию, которая есть, что вот это вот модно, престижно кем-то быть, ну, вот правда, это не про призвание. Престижными и модными профессиями быть, вот, на мой взгляд, не должны. Мы плавно перетекли в профессию, то есть что предназначение, да, которое должно перейти в призвание, то есть выбор правильной деятельности, да, для осуществления своего предназначения. Это, конечно же, профессиональная деятельность, или то, как человек живёт, чем он занимается, да, так сказать, и с чего складывается, скажем так, качество жизни. Итак, я так понимаю, что к вам, конечно, приходит и обращается очень много людей разных профессий и, так сказать, разных возрастов. Всё-таки в чём вы, как специалист, видите актуальность этой темы на сегодня? Хотя она всегда была актуальна. А вот сейчас есть какая-то особенность вот в наше время? Что беспокоит людей? Какая сторона вот этого вопроса? Именно выбор профессии, как правильно себя найти в профессии, или что-то другое? Или нет счастья? Какое-то общее состояние человека, которое не даёт ощущения радости, счастья, не даёт ощущения того, что ты живёшь так, как тебе бы хотелось жить? Если позволите, Татьяна, чуть-чуть коснусь истории, ну вот не сильно далеко, да, буквально вот эпоха индустриализации, да, то есть это конец XVIII, начало XIX века, потому что корни на самом деле вот там лежат. Это вот Карл Маркс, как бы мы ни ругали, да, революционеров и же с ними, но тем не менее он очень правильно писал про вот это отчуждение. То есть когда, смотрите, раньше были ремёсла, да, раньше было земледелие, были натуральные хозяйства, всё это вот до вот той эпохи, о которой я говорю. И что потом произошло? Стало расти промышленное производство, да, появлялись и укрупнялись крупные предприятия, заводы, и человек стал свой труд продавать. То есть он стал, знаете, таким вот винтиком в огромной машине. То есть мало того, что у государства свои нужды, ещё появились какие-то свои нужды у работодателей, да, вот у директоров вот этих вот предприятий, у владельцев. Вот, и вот произошло то самое отчуждение человека и от труда, и от результатов его труда. И на самом деле последствия этого мы разбираем до сих пор. То есть вот знаете, когда человек приходит и говорит, что вот всё, я там банкир или я директор какого-то предприятия, но я несчастлив, да, как бы помогите найти вот то самое, что... Себя помогите найти, да, когда человек потерял себя. Да, то самое, что позволит моим глазам загореться и дальше будет, там, драйв, энергия на вот эти дела, да, он прежде всего, когда его спрашиваешь, а что вас не устраивает, он говорит, вы знаете, я не вижу смысла в этой работе. То есть вот оно, отчуждение, да. Это если говорить даже про директора или владельца бизнеса, а что говорить про рядового сотрудника, когда он, ну вот так, приходит на завод, постоял у станка, сделал и ушёл. Вы знаете, кстати, некоторые рассуждают так, что такая работа, вот такое призвание, что ли, найти, даже лучше, потому что голова не забита какими-то лишними вещами. Отработал, пришёл домой, голова совершенно свободна. Другое дело люди творческих профессий, которые на работе находятся практически круглосуточно. И когда они на самой работе, когда они приходят домой, они продолжают, как бы, пребывать в этой работе, думать, а кто-то берёт работу даже к себе домой. Вот что тут лучше? Ну вот смотрите, вот то самое отчуждение, оно как раз разделило, как бы, то, что произошло, да, в XIX веке, в начале, оно разделило такой труд в удовольствие, в радость, да, с творческой такой составляющей, и труд ради денег. То есть нас всех уже тогда начали зомбировать, что мы, собственно, работаем-то, ну, главная цель – это получить деньги. То есть тогда идеология стала меняться. И вот я говорю, сейчас мы уже живём не в эпоху индустриализации, а в обществе потребления, но вот те самые смыслы, зачем я это делаю, у людей на самом деле так пока и не найдено, у большинства. Да, то есть он понимает, что, да, вот эту заготовку, которую вот он сделал, как это, копать от забора и до обеда, да, вот условно говоря, то есть вот он сделал заготовку, дальше передал её куда-то по конвейеру, причём это не относится исключительно, там, к промышленному производству. То же самое в услугах, да, в продажах. То есть вот мой участок работы, я вот это вот сделал, дальше кому-то передам, я не вижу недовольные глаза потребителя, которые это получат. Конечного результата, да. Я не вижу конечного результата, я не понимаю. Ну, то есть вот, допустим, маркетолог, да, там, модная, интересная профессия, вот они приходят ко мне, маркетологи, и говорят, да, вот я делаю всё, чтобы моё предприятие больше продавало. Ну, а смысл в этом какой? Лично для меня. Вообще, да. Да, лично для меня. Мне-то что это даёт? Лично для меня и вообще даже для общества. Ну, продадим мы больше какой-то там сувенирной продукции, дорогой, недешёвой. Но людям-то от этого что? То есть даже вот так конечный, да, результат, он даже так не отслеживается. То есть на самом деле вот то самое отчуждение, да. Ясно. Получается тогда вот, насколько важно человеку понять своё предназначение и призвание? И как, что происходит в жизни человека, когда он не находит этого? Ну, вот это то самое, что, как я это называю, уйти от себя, да, то есть это такая жизнь как бы наполовину, на мой взгляд, да. Но я говорю, поскольку я сама этот путь проходила, и в моей жизни было много разных профессий, не скажу, что мне прям было так плохо, но всё равно какая-то неудовлетворённость была. А потом наступает тот период, обычный такой кризис среднего возраста, да, когда ты вдруг понимаешь, что вот да, у тебя всё есть, счастья нет, радости нет, ты себя таскаешь на эту работу и заставляешь ею заниматься, да. И как бы, ну что дальше происходит, да, следствие всех этих процессов? Человек устает, человек теряет интерес к самой деятельности, человек в конечном итоге выгорает. Тоже много таких случаев видела, когда вот такое опустошение внутреннее, что нет ни энергии, ни сил, ничего. И, ну, обычно это заканчивается достаточно печально, потому что кто-то там, когда он шифтер уезжает на острова и буквально там выпадает из реальности на два года, просто там вот самопогружение происходит, вот. А кто-то, ну, начинает это заедать. То есть это на самом деле стресс. Когда ты занимаешься не своим делом, у тебя постоянный стресс. На самом деле, вот, ну, по моим ощущениям, у нас процентов 80, к сожалению, население в стране так и живёт. То есть вот эти вот покупки всё больше и больше, всё дороже и дороже, да. Вот эти какие-то удовольствия, развлечения, там, кафе. То есть хорошо, когда это есть в жизни, но оно не заменяет вот того самого смысла в работе. А человек просто этим заедает стресс. А стресс-то растёт, и заедать нужно всё больше. Поэтому денег и покупок хочется всё больше. Но в конечном итоге, опять же, счастье-то так и не наступает. То есть такой вот... Это вот такая современная картина, да, вот как это сейчас у нас происходит. По сути дела, все проблемы, которые происходят в жизни человека, они являются следствием того, что человек не знает своего предназначения и, соответственно, не находит своего призвания, то есть то, чем он должен заниматься. А выбирает либо то, что модно, то, что принято, то, что приносит больший доход, да, и забывают о своей, о себе самом, о своей душе. Но тут возникает вопрос, конечно, самое главное, о чём мы сейчас поговорим во второй части нашей программы, после рекламы, которая приближается. А как же понять своё предназначение, да, и как найти своё призвание, чтобы не ошибиться, да, какие здесь есть правила, какие здесь есть особенности, как это, скажем так, работает в жизни, есть ли какие-то схемы, есть ли какие-то правила и так далее. Потому что это очень и очень важно. Формулы, да, как пишете, и как по ним можно работать. Я думаю, что мы об этом поговорим во второй части нашей программы. И как найти себя правильно в жизни, чтобы быть, в общем-то, счастливым человеком. Так ведь? Поэтому поговорим вот об этом. Скажите, и всё-таки, что важнее здесь? Это важно в детстве поставить этот вопрос, или можно и во взрослом возрасте уже поменять какую-то ситуацию, если вдруг человек пошёл не туда? Хороший вопрос, Татьяна, спасибо. Вы знаете, вот понять своё предназначение и затем перевожить его в плоскость призвания – это одна задача. Но есть более сложная задача ещё следовать этому. И вот как раз отвечая на ваш вопрос про в детстве или во взрослом возрасте, вы знаете, конечно, если ребёнок изначально правильно воспитывается, развивается, и сразу он учится слышать себя, понимать себя и идти туда, где зов его души, а не какие-то там материальные всякие прочие рациональные соображения. Но у нас зов души, у нас реклама. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, встретимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова